Тумсо, Путин уже почти три недели защищает русских на Донбассе, но по ящику до сих пор показывают, как ВСУ и нацики обстреливают Донбасс, чем эти защитники все это время там занимались. Интересный факт, санкции гей Европа шлет, а у них бензин за потолок ушел в ценах, в России же дешевеет. Слушай, Тумсо, фейкомет, прокомментируй это, как так-то? Действительно, это правда, то, о чем он говорит, это правда, топливо взлетело, но здесь 2,5 евро уже стоит дизель, по крайней мере в Швеции. В России приблизительно такая же цена, по-моему, и по всей Европе. Где-то бензин чуть дороже, где-то бензин чуть дешевле, вот, например, в Швеции бензин дешевле, а, скажем, в Германии, в большинстве стран бензин бывает дороже. Да, это неприятный на самом деле факт, но здесь ты не сильно обращаешь на это внимание. Поднятие, когда цена на топливо вырастает даже на целый евро, а цена, она, по сути, выросла на целый евро, ну, не прямо сейчас, да, потому что за 2 евро он уже и так стоил до начала украинских событий. Но, в целом, где-то, наверное, в течение нескольких месяцев, полугода, на целый евро подорожало топливо. Так вот, здесь подорожание топлива на целый евро, это гораздо меньшая проблема, чем подорожание топлива в России на 1 рубль. Понимаете разницу? А почему так, знаешь, уважаемый, уважаемая Танюша? Потому что здесь заработать этот евро для европейца не проблема. Здесь есть рабочие места, здесь нет коррупции, здесь очень продвинутые страны и продвинутое общество. Поэтому мы, ну, мало переживаем об этом. Как, злорадствуя как-то, да, ты задала этот вопрос, я вот отвечу тебе так же, злорадствуя. Представь себе, мы здесь заливаем полные баки и выплачиваем за них по 2,5 евро за 1 литр. Мы заправляем полный бак, выложим 20, там, тысяч рублей. Это, ну, полторы, а то и две ваших зарплаты, средние зарплаты в России. Представь себе, это была ответная, была ответная, короче, был ответный Степ. Не обижайся только, пиши мне еще, мне интересно твои сообщения. Тумсо, Путин уже почти 3 недели защищает русских на Донбассе, но по ящику до сих пор показывают, как ВСУ и нацики обстреливают Донбасс. Чем эти защитники все это время там занимались. Слушайте, я вообще как бы не смотрел, не смотрю пропаганду российскую, вообще. И я тут был в гостях во время своей поездки, и там было российское ТВ. Я вам скажу, ну, это такая жесть, что там лют в уши россиянам вы себе не представляете. И если до этого, пока я не посмотрел там РЕН-ТВ, телеканал Россия, я как-то удивлялся, почему там россияне не понимают и так далее. Я теперь, посидев, посмотрев то, что они показывают по телевидению, я понял, что если человек, ну, скажем, непродвинутый в плане технологий, у него нет умного телефона, он не подписан на телеграм-каналы, человек из старшего поколения, да, вот если он реально сидит и смотрит российский ящик, то там просто нет шансов. У него просто нет шансов знать правды. Для него действительно Украина это будет фашистская страна, там будут нацисты, там ее нужно будет спасать. Там настолько жесткое промывание мозгов идет, мне реально жалко россиян, которые вынуждены это все смотреть. Это ужасно. Так, ха-ха-ха, про дальнобойщиков скажи, почему бастует Виталий, например. Понятия не имею, но я еще раз говорю, здесь продвинутое общество, здесь демократические страны, свободные страны, здесь если что-то не нравится, люди могут это высказывать, они могут бастовать. Поэтому я живу не в Италии, живу в Швеции, не знаю, почему там в Италии кто-то бастует, но очевидно, что чем-то недовольны. Значит, людям не нравится, наверное, дальнобойщиков не нравятся какие-то правила проезда по итальянским дорогам, возможно. И представляете, у них есть возможность высказаться, они могут бастовать, могут перекрыть вообще дороги, и их будут слушать, на них будут как-то реагировать. Это Европа, это Западный мир. Здесь не так, что ты вышел на Красную площадь, взял бумажку, на которой написано два слова, так и написано ДВА СЛОВА, больше ничего не написано, она так поднимает бумажку и ее сажает в автозак, и какие-то санкции к ней применяют. Так что, вот это тоже огромный плюс цивилизованного мира. Здесь люди могут бастовать, могут высказывать свои недовольства правительству, да кому угодно. И еще что более, что самое интересное, профсоюз это организация, которая помогает этим людям бастовать. Профсоюз вообще может даже организовать эту забастовку. То есть, профсоюз, вы представляете, он на стороне этих рабочих. А так и должно быть на самом деле. Вы знаете, что в России тоже так должно было быть. Профсоюз это защита этих работников, по идее, он для этого и создавался. Просто в России этот институт профсоюза полностью уничтожен. Профсоюз это такое же теперь министерство, это какое-то чиновничье гнездо России. И там не то, что тебе бастовать не дадут. Профсоюз будет отрекаться от любых работников, которые решили там что-то высказать. Короче, вот это тоже, видите, большой плюс в копилку Европы. В том что, шведы и финны в НАТО будут входить, если финны войдут, там до Москвы ракеты две минуты летят. Чего добился Путин, только усугубил ситуацию. Я не знаю, что будут делать шведы или финны, шведы и финны. Но мы знаем, что после начала войны в Украине эти две страны уже на уровне своих парламентов начали эти вопросы поднимать. Так как их нейтралитет, который гарантировал им безопасность, он сейчас, наоборот, стал их уязвимым местом. Как вы видите, Украина из-за того, что она не является членом НАТО, сегодня она подверглась агрессии со стороны России. Если бы она была членом НАТО, Россия бы не посмела, конечно, нанести удар по НАТО. И, конечно же, шведы и финны, они хотят безопасности, поэтому они начинают задумываться о подобном. И к этому их, конечно же, подтолкнул Путин этой своей авантюрой в Украине. Здесь я хочу, наверное, я сейчас скажу банальные вещи, но из-за того, что я видел эту российскую пропаганду, из-за того, что я знаю, что они льют уши россиянам, Я хочу сказать вам, россияне, которые меня, если вы меня смотрите, если вы будете смотреть этот эфир, Ваша страна сейчас в Украине убивает украинцев повально. Ваша страна сегодня бомбит школы, больницы, детские сады. Там погибают ни в чем не повинные люди. Вы, ваша страна сейчас делает ровно то же самое в Украине, что ваша страна делала в Чечне. Там убивают ни в чем не повинных людей. Вам об этом не расскажут по вашим каналам. По вашим каналам у вас это даже войной не называют. Как и всегда, Россия никогда еще не называла ни одну из своих войн, она не называла войной. Любая война, в которой принимала участие Россия, которую развязывала Россия, она всегда ее называла как-то иначе. В Афганистане это была миротворческая операция, там по чему-то, чему-то. В Чечне это сначала была операция по наведению конституционного порядка, а затем стала контртеррористическая операция, вторую войну. В Грузии это было принуждение Грузии к миру. Постоянно вот эти вот какие-то другие названия. И вот сейчас в Украине тоже спецоперация, военная спецоперация по гибилитаризации и генофицификации. Но нет, россияне, это война. Это преступная война, которую ваша страна сейчас ведет в Украине. Там ваши солдаты, многие из них могут быть вашими детьми, вашими родственниками, братьями, мужьями. Они там совершают военные преступления, они убивают там ни в чем не повинных людей. Города разбиваются, стираются с лица земли. Посмотрите на Харьков, посмотрите на другие города. Посмотрите, что с ними стало. Посмотрите, сколько там жертв среди мирного населения. Это все то, что делает сегодня ваша страна, ваша армия. Это все то, за что нужно будет нести ответственность. Имейте это в виду. Не слушайте эту пропаганду. Немножко выйдите из этого вакуума. Зарегистрируйтесь в Телеграме. Я, кстати, заметил, как много новых. Но в Телеграме, когда кто-то из твоей телефонной книги регистрируется в Телеграме, ты получаешь уведомления. Я вот в последнее время то и дело получаю эти уведомления. Повально люди регистрируются в Телеграме. И это очень радует, что люди получают, будут получать информацию. А сегодня вся главная оперативная и правдивая информация, она ходит в Телеграм-каналах. Телеграм вообще стал таким полноценным, не просто мессенджером, а средством получения правдивой информации. Это очень радует. Те, кто еще не приобщился к этому, приобщайтесь. Поставьте себе Телеграм, подпишитесь на канал, обещающий правду. Посмотрите, что происходит в Украине. Посмотрите, как ваша армия там совершает преступления, убивает ни в чем не по виновным людей. И посмотрите, как там гибнет ваша же армия. Как ее уничтожают украинские военные. Как их берут в плен. Как им дают звонить своим матерям. То, что они там говорят, в каком уложении они находятся. Посмотрите это все. Это будет для вас полезно. Тумсо, почему о чеченской войне говорят в прошедшем времени, хотя убийство и террор до сих пор продолжаются? Ведь как мы знаем, что и сегодня у Кадырова в подвале Матин, Голубаевых и многие другие. Кот Котов, война в Чечне еще шла, когда о ней уже говорили в прошедшем времени. Сейчас не стоит удивляться, что о нас так говорят. В отличие от Украины, нас этот мир кинул. Таковы реалии, друзья. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Да, это обидно. Но мы с вами вынуждены жить вот в этих реалиях. И с учетом этого нам придется как-то освобождаться. Наша свобода – это дело наших рук. Мы должны, учитывая все эти реалии, мы все равно должны стремиться к этой свободе. И мы должны в итоге освободиться. Субтитры создавал DimaTorzok